Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение моего ФФА сериала. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней и начать просмотр с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра и не забывайте, что в комментариях не стоит спойлерить и оскорблять участников партии. Ай-яй-яй, деньги в гранате. Эй, блин, объедините их в армию на самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, попробуем партизан завербовать. Что там, битва магов происходит? Придется теперь магов наимать. О, тут могу еще космопорт построить. Блин, ну вот это защитный пакт, это, конечно, я очень-очень зря. Ну что, отсюда долетает. Субтитры сделал DimaTorzok Да, блин, опять случайно на другое окно переключился. Дай-яй! Дай-я! Субтитры сделал DimaTorzok В�. 5 выполняю роль француза скорее 5 выполняю роль француза туризм 15 процентов при разработке космическая гонка если в городе есть войны академии у меня она есть давайте наверно вот так сделаем наука мне уже в принципе не нужно так в мадурай сколько проект 20 ходов а 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 и а а и странное что-то думал ракетные крейсеры тоже могут этих чего тоже думал что ракетные крейсеры тоже смогут ядерные ракеты запускать нет рассолит и всю свою армату же ко мне подвел на ну и всю здесь ну плыть далеко те конечно и 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 да блин когда же этот защитный пакт завершится чудо целый к и и и и и и и все собрано а так у вас там религиозные войны дает какой мне кажется бессмысленно не сможет он не как перебить мою религию по 12 12 это too much я надеюсь что я устрою тут ядерный угар в конце есть конечно не вполне могут перехватываться кстати поэтому и 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 шахту все вот я щас реально такой советский союз отыгрываю который бойцы ядерного удара но я бешеного так как я ганди я просто обязан в конце игры на всех атомки посбрасывать вы со мной согласны бразильца подлодки то около испанца держишь типа на всякий случай защитный пак защитным пактом но не помешает ну сама все норм нормально сходить да от наших с тобой лишь урок зависит в туалет сходишь от моих рук не зависит не дает мир будет ли он со вкусом урана или нет не я в любом случае буду бомбы ядерные кидать но надо электронную коммерцию принять плюс 5 производства ну норм же так она шпионов что тут у нас каждый ваш посудой двойной эффект на вашей территории то есть просто увеличить шпионом невозможно ладно так с мечтой где моя мощь моих миссионеров в очереди какие сильно без понятий что никакие силе у тебя а там по-моему на своей территории тоже какие-то бонусы даются где тут самолеты то правда фига мне деньги ну что термоядерные ракеты там явно будет долго строить блин я же за лучшими зензибар надо своим союзникам сделать хорошо сидим и флорик да так что-то долго только ну специфика такая чем поделать не каждый день мир на пороге ядерной войны то есть параллельно я не знаю как насчет лунной программы номерс так теперь ты сириус ты закончил о том я не знаю как насчет лунной программы и дальше тебя не слышно было а ну марсианские модули они строятся только после того как есть лунная я не знаю как лунная после спутника ли можно строить аналогично то есть нельзя в шести городах начать строить все шесть этих нельзя почему шесть подожди их пять ну все же четыре пять сначала одну потом еще одну а потом три ну вот и здесь получается что тебе надо как минимум два проекта которые мы уже построили они строятся ну предположим они ладно они не такие долгие ну ходов 10 тебе надо будет только чтобы их построить это ходов 10 это при супер производительности у себя в каком-нибудь городе где у тебя космопорт то есть по-хорошему у тебя на самом деле шансы только кого-то захватить либо меня нет нет тебе надо конкретно кого-то захватывать и ослаблять третьего вот я например могу у меня три космопорта я персижу строил части тем же самым занимается sirius война еще дополнительно почему бы не его и повоевать например но при этом у нас есть шанс и по-другому победить он наверно тоже писать пошел нет я пусть прям на месте ходишь что такого бутылочку поставил и все сидишь не отвлекаешься не гигиенично какая разница видна обучаем визабилити в песочке по фарабу чаем визабилити купить поймали кого-то ай-яй-яй как нехорошо для бывать партизан по-моему нормально вообще забыли рассказал ну и что вы мне будете рассказывать лунную экспедицию я за два хода сейчас сделаю обалдеть ничего себе а ты великого человека не использовал случайно что великого человека не использовал использую ну это видео вышло при поддержке справочника и карты 2gis кстати 2gis запустили собственный навигатор удобное ведение по маршруту и голосовые подсказки о маневрах теперь работают и в 2gis разработчики просят делиться впечатлениями ведь ваши отзывы очень им помогут 2gis если быть точным да класс у меня в дереве технологии осталось исследовать стрельбу из лука военную тактику самую время там где пикинеры и технология будущего даже не знаю что выбрать в 2gis в 2gis в 2гис в 3гis в 3гис твой инквизитор испанский тоже бежит лишь мы сейчас проиграем скоро религий так ты все-таки не можешь отбиться но у него посильнее будут ну ты с ним защитный пакт заключил да ну так что ты от меня хочешь но я просто говорю что дела наши плохи ну молодец я вообще ничуть религии не могу сделано я могу скинуть план я скину короче ядерку нельзя же скину ядерку на твоих апостолов послал на своей земле так может все равно же мужик смысл там загрузили сэпи из ты можешь так скидывать ядерки я же как бы стопус там скинули на твой город получается не ну слушай ты заключила защитный пакт ну вот зачем обходить находить технические штуки вот зачем ты заключался защитный пакт с человеком я скину ядерку на свою местность чтобы убить миссионеров сколько городов еще осталось обратить считаю так сколько у тебя городов раз два три четыре пять пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать то есть шесть городов надо у него раз два три три ну еще три города давай борись но я борюсь я проник и еще этих давай теряя постов побольше слушай я вот с этими вещами религиозными в общении никогда сегодня помогал выделять побольше нам тебе и защитных пактов побольше заключать у вас тоже защитный пакт же ну это защитный пакт случайности себя нашим так работать я бы не заключал давным-давно я его не продлевал между прочим до сих пор действует ну а ты в армию видел ничего делал оставалось там 3000 армии с такой любом не справишься ну 3000 армии да ну ты ж не в дуэль играешь слушай ну когда уже закончится это защитная хрень у нас сколько ходов вообще не знаю 30 да блин фигня какая-то не учат уже хор ядерки покидать ну экшен какой-то делать надо понятно что что те понятно привел главное 10 тут своих армии вокруг деле выставил и ночью ночью тебе ядерки покидать что ли напрял потому то что видел то что в случае если ты меня кинешь на тебя тоже полетит то ладно я думал не полетит я думал ты не строил так ну в общем то вот пример почему я проиграть проигрываю в этой игре потому что все видели что я буду ядерки кидать ну собственно надо было тогда кидать ядерные ракеты не надо было никакого защитного пакта себе я знал что он вот так багнуто работает конечно я бы его не заключал и просто закидывал всеми ядерками так вот сириус видите собрал уже армию вокруг моих городов ну все равно закидывать буду ядерками что тут у меня какие-то другие варианты что ли есть я же ядерный ганди я всех закидаю ядером ядреными бомбами ух мухаха придется парочку использовать чтобы убить ему армию эти эту эту и вот эту и вот эту блин у меня бесполезный пророк до сих пор тусит хаджихут говорит эти имена и фамилии но судя по хаджи то явный чувак хадж совершил почему-то по поиску хаджихут находится хаджи мурат аварский вождь и военачальник правая рука шамиля не был сын султана самарканда и судя по всему довольно ярко личность но и тут много текст много букв да не все знаю меня читает чего нас лучше лет читать ну ладно ладно не читай может для своего развития прочитать да ладно все еще нет а блин а а и 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 класс я изучил налоги вы еще ну и что это твой первый раз нет я ее изучил то есть обычно ее можно выбрать потом и потом потом а у меня она изучена им я не изучаю стрельбу из лука у меня все визу в че мы не знаем чем тебе помочь привез максимуму по тайму увидим чуть да ладно не этого мы не выдержим давайте своих грузить на думаешь что-то изменится я думаю что среда не поможет мы кашу можем попробовать но это бак очевидно давайте посмотрим следующим ходом пройдет нет я сейчас вот так вот смог я выбрать то есть в древе технологии не могу выбрать блин мне надоело сидеть уже я уже тут столько атомок с ядерками построил блин там выше мне меньше насколько можно да кому надо может просто улетать будем да конечно очень интересно не не воюйте давать очень интересно просто улетать тем более тут так нудно это все тем более я за ганди играю извините стоп это не уже предупреждение можешь сделать нет тебя судил за шпионство а ты фашист понимаете мои космопорты разрушают нет я а это ты я у тебя ничего не разрушал кстати только только тырил деньги справедливости ради я у лёши тоже работаю над этим я не думаю что поможет после космопорт ремонтируется за один ход поэтому пропал откровен космопорт ремонтируется за один ход поэтому откровенно вот это делать не имеет смысл не религии я не смогу победить как там тут хорошо защищается сообразил бы пораньше немножко может быть получилось еще повезло что религия француза было наоборот хорошо то что она была у него и то что не было у базе не следовало узнать что вы пойдете так низко что начнете шпионить земной вот так вот из ядерок новых кому они нужны не серьез я блин за этих ядерок я у меня было восемь бомб там достроена в тот раз ты прикинь во-первых сколько у меня проблемы с этим золотом было после этого надо покидаться надо покидаться да и победит бразилиц у него тут хотя он два проекта выполнил уже тебя бразилиц хоть несколько космопортов или один так вот тут у тебя строится вот тут космопорт они одни уже не строится и отменил я уже понял я не побежду не поверили и как бы это я тебе обещаю я тебе все равно какую-то бомбу кинул по-любому просто вот ну ты ганди да ну когда союзку я тоже кому-то у меня кончается он должен по идее кончится в один ход сириусом помнял один ход с вами заключал и фигурно change direction и мая не точно вражеский шпион сорвал ракетостроение удалось увредить космопорт в мадурай странно у меня все равно строится к он потерпел неудачу а мне было написано что сорвал и написано космопорт ремонт один ход но при этом запуск модуля ракетного модуля продолжает строить а а и и и а и и Продолжение следует... Не знаю, у меня нету объявить войну. Ну, я на юнит-наважу, у меня есть в эллине войну, я на юнит. Не знаю, что с чем я вообще все повисло сейчас. Ну да, у меня тоже. Все, на бразилии объявляет войну. Бразилия? Я еще и даже не... Зинзибару. Завис. У меня дать плю, я ни хрена не понимаю, что происходит. У меня ничего не работает. Слушай, Сириус, ты там что-то убиваешь? Ну, я билайн у тебя. Ну, какой-то, а у меня ничего не работает. А что у тебя случилось? Что не работает конкретно? Класс. Короче, ты объявил мне войну, но я не мог ничего сделать, потому что я тебе не объявил войну. В смысле, я наш обоюдно объявляю? Ну, вот так вот, пока я не объявил войну. Ну, кстати, на следующий ход улетает там, если не разграблены эти космопорты. О, ага. Блин, опять мне написано объявить войну Испании, ну это какая-то хрень, блин. Слушай, Сириус, ты извини, но это просто откровенно... Ты на меня скинул впервые бомбу, вообще-то. Что значит впервые? Я не мог тебе скинуть бомбу, пока я не объявил тебе войну. Потом я опять не могу тебе скинуть бомбу, пока я не объявлю тебе войну. Ты на Кардову впервые скинул бомбу. Серьез. Я бы убил твои юниты давным-давно, потому что я не мог тебе скинуть бомбу, пока не объявлю войну. Как-нибудь еще это объяснить? Ты их и так убил у Кардову. Можешь сейф грузить? Ты их и так все убил у Кардову. Да причем у Кардову, мне у Дели надо было убить юниты, чтобы ты... Слушай, ты хочу. Я... Ты захват... Ты убил мои юниты, которые около твоей... Блин, я город не могу захватить у тебя. Ну, в общем, получается, я тут просто время потерял с этими объявлениями войны. Я планировал хотя бы скинуть бомбу и хоть один город захватить там своим юнитом. Или хотя бы его юниты около Дели какие-то убить, чтобы он не мог мои города захватить. И пока... Пока я скидывал бомбы, Сириус, естественно, поубивал все юниты, которыми я мог города захватить. Ну, классно. А я тут должен войну объявлять еще. Сирша, ты все, что можно, уже скинул? Да не, у меня еще куча бомбов на самом деле. Я планировал вас всех помочить тут, всех, всех поубивать. Я просто как бы в Севилье и в Мадриде по космопорту, на котором он достраивался. Я... Их бы разграбить. Я все везде скину, не волнуйся. Видимо, видимо, ты уже... Ну, я вот смотрю, в Севилье и Мадрид стоят. Ну, в Севилье... Еще... Еще не все бомбы полетели. Я планирую еще кучу бомб скинуть, правда... Ты как бы уже на... Вот если бы тебя сейчас... Я часть из них, в общем-то, бразилица хотел, но... Раз Сириус считает, что здесь все... Сейф грузить не надо, все нормально. Если только в его пользу баги работают, то... Окей, сейчас все на него полетит. Зачем я мигает экран-то. Ой, на бостон, стол в Орлеан прилетела. Ядерный апокалипсис. Вот, смотри, сейчас бразилиец сидит, ручки потирает радостно. Боже, сука, я бомб понастроил. Ну вот, убиваются юниты, конечно, ядерными бомбами, но... Видите, Дели захвачены. Я просто планировал, что я кину так бомбы, чтобы юниты, которые хотят захватить Дели, были там уничтожены. Там три вертолета я видел. Но... К сожалению, не получилось. Потому что... Мне пришлось тратить время, что это объявление войны. Я же хотел тоже города испанцы захватить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова ВУwelкоп Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Интересная, конечно, фигня, в том плане, что абсолютно у всех одинаковое местоположение. Но тут слишком много моря. Вот эта справа и слева территория, она лишняя. Надо тут, видимо, делать так, чтобы нецилиндрическая карта была. Нецилиндрическая, то есть поменьше моря, проплывов, чтобы в одну клетку были, вот именно на концах этой снежинки. Совсем чтобы в одну клетку, чтобы там можно было стоять юнитами, обороняться. Но вообще интересно. С другой стороны, конечно, много в нее играть невозможно, потому что найдется какая-то стратегия, как правильно строить города. Просто все будут именно так города ставить. И все-таки, мне кажется, цивилизация – это игра о том, что здесь разные у вас места. Разные. Если у вас плохое место, вы должны что-то делать, чтобы это место компенсировать. То есть там дипломатии, прочее, ну и так далее, и так далее. И вот эти, типа, чтобы одинаково было, это не очень. Да, игра закончилась тем, чтобы бразилец улетел в космос. То есть мы просто с бразильцем друг друга закидали атомками. Он у меня еще с испанцем, извиняюсь, с испанцем. Я и испанец друг друга атомками закидали. Я планировал и на испанца скинуть и на бразильца. Но, видите, появился глюк, который мне не дали загрузить, после которого. Я посчитал, что это неправильно. Поэтому я все скинул на Сириуса. Откровенно говоря, я считаю, что неправильно вот так заключать защитные пакты в конце игры. Ну, это, правда, стиль игры Сириуса такой. Вот, я считаю, что надо тут воевать, если уж трое человек остались. Надо полностью всех закидывать. Я вот поэтому и ждал такой возможности. В плане моей стратегии я не думаю... То есть у меня, по-моему, стратегия была правильная. То есть здесь мне просто баг игры помешал. Если бы я знал, что будет такой баг, я бы не заключал защитные пакты и кидал бы ядерные ракеты на всех еще намного раньше. Но так как это не получилось, то пришлось ждать вон сколько ходов. Естественно, соперники подготовились. И тут уже можно было спокойно улетать. По графикам игры вот все видно. Ну, по поводу американца, опять же, я видел, что в комментариях там возмущались тем, что вот так против него объединились. Это всегда происходит в ФФА играх. То есть не стоит так откровенно выходить вперед. Если ты вырываешься вперед, то остальные игроки объединятся против себя. Просто потому, что иначе получится, что ты несколько часов из жизни теряешь. А для того, что соперник потом в итоге победит, он вырвется далеко вперед по науке, и он победит. Кто-то скажет, ну так давайте все играть в науку. Так цивы же не про это. Тут и наука, и война. Тем более, что вот эта шестиугольная снежинка, мне кажется, она довольно неплохо позволяет обороняться. Просто он так город поставил прям конкретно, что его захватить возможно. А у американцев, напомню, бонус при войне на своем континенте. Так что если бы вот он не ставил этот город, то его бы довольно сложно было взять. Даже если бы мы все объединились и попробовали бы на него напасть. Ну а потом он просто забил на морские юниты. Я построил фрегаты и вообще, по-моему, без проблем его захватил. Что ему мешало тоже морские юниты построить, я не знаю. То есть захват того города никак его экономику не откинул далеко назад. По сравнению со всеми остальными. Ну а дальше получилось, я захватил американца, испанец захватил японца. И вот если мне непонятно, почему бразилец так легко захватил француза. Вроде и армия была ровная, но оказалось, что вообще без проблем француз захватывается. Ну, мне лично все больше и больше хочется играть именно в шестую целую, а не в пятую. Потому что играя в шестую, уже пятая кажется немножко такой убогой. Вы уж извините по возможностям. Все-таки шестая это такое развитие. Развитие. Жалко, что не совершенно новая игра, но тоже интересная. И вот многие, я тоже видел, что пишут в комментариях, мол, неинтересно шестую смотреть. Знаете, мне кажется, почему? Потому что вам немногое тут понятно. Может, тут есть моя вина, что я не очень хорошо еще объясняю, что происходит, что я делаю, что я задумываю. Это именно исходит из того, что игра новая еще, тоже не все понятно. Но мне интереснее все-таки в шестую играть. Ну, на этом все. Спасибо, что полностью посмотрели этот сериал. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что доставили до конца. Удачи и играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok